Мы продолжаем серию открытых публичных лекций кафедры предпринимательства и корпоративного управления МГИМО. Представляю сегодняшнюю лекцию «Управление бизнесом и государством. Две большие разницы». Наш сегодняшний спикер, председатель правления общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России Грузий Владимир Сергеевич. — Здравствуйте. Предприниматель Бондарев. У меня вопрос по поводу «Седьмого континента». Как появилось это название и насколько оно помогло сети так сильно развиться? Как реагировали люди? Меня интересует область пиара рекламы и эффективности брендостроения. — Спасибо большое. Тоже очень хороший вопрос. Помните, как у капитана Врунгеля, как вы лодкой назовете, так она и поплывет. Это из-за этой же истории. У меня были товарищи, с которыми я уже на тот момент выстроил отношения. И у нас появилась определенная степень доверия. И первый магазин, который мы открывали, он был на Дмитрия Ульянова, между двумя магазинами «Олби». Только один «Олби» был, который продавал технику бытовую, а, соответственно, второй, который продавал одежду. Ну и, в принципе, логично было там такой, знаете, по сути, мини-мол, что ли, встроенное помещение первого этажа. Вот. И с коллективом магазина, он назывался «Кукуруза», вот, у него такое название было, да, с коллективом. У коллективов было право на приватизацию, на льготную приватизацию. Вот. Соответственно, там, приватизировали мы это помещение 500 метров за 36 тысяч долларов. Как сейчас помню, мы заложили там часть имущества и получили, опять же, у своих знакомых под это имущество, ну, личные квартиры. Вот. Получили, соответственно, кредит. И мы смогли вложить, плюс вложили деньги в ремонт, в оборудование. В общем, полностью он обошелся в полмиллиона долларов. Мы за 8 месяцев мы вернули этот кредит. Полностью вернули все. Потому что дали, так сказать, формат новый, который был востребован, сделали 24-часовую работу. И вот это все, как бы, с этого все началось. А название, знаете, хотелось, как бы, это же в Советском Союзе, к сожалению, последние, там, пару десятков лет, система торговли, это была не система торговли, а система распределения благ. И, конечно, хотелось дать какое-то новое название. Континентов, вы как помните, да, в мире шесть, да. Поэтому, и хотелось что-то вот новое придумать. И вот мой партнер, вот Александр Мамут, он говорит, а давай назовем «Седьмой континент». Вот так и назвали «Седьмой континент». Это была его идея по названию. А логотип уже, вы знаете, вот удачный получился логотип, его нам нарисовала компания «Директ Медиа», была такая компания. Нарисовали логотип, долго просуществовал. Но вот партнер, который у меня выкупил компанию, он все, «Седьмой континент» полностью закрыл все магазины, компанию ликвидировал, и все имущество задает в аренду. То есть операционной компании нет на сегодняшний день. Бывает это так вот? Ничего не бывает вечного. Это поэтому подумайте, будет ли, когда будете куда-то инвестировать, если у кого-то есть такие возможности, куда инвестировать, Яндекс или в Гугл, а где будет Гугл через 20-30 лет, и будет ли Гугл через 20-30 лет. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok